В последнее время все больше говорят о деятельностно-ориентированном подходе в обучении, когда обучение подразумевает именно деятельность самого обучаемого. К деятельностно-ориентированному подходу относится прежде всего метод проекта. По словам Евгении Семеновны Палат, доктора педагогических наук, профессора заведующей лаборатории дистанционного обучения Института содержания методов обучения Российской Академии наук, умение пользоваться методом проектов является показателем в высоком квалификации преподавателя. Его прогрессивные методики обучения и также развитие самих учащихся. С развитием коммуникативной компетенции предоставлять учащимся возможность реализовать свои умения и знания в реальной жизненной ситуации происходит все чаще и чаще, поэтому необходимо как можно чаще использовать проектные формы работы. Сам проект это прагматическо-направленный результат, который можно получить при решении той или иной практически значимой проблемы. Что подразумевается под проектную деятельность, то это определенным образом организованная поисковая и следственная деятельность учащихся. Она может быть как индивидуальной, так и групповой, в результате которой достигается тот или иной результат, который оформляется в виде конкретного практического выхода на организацию процесса достижения этого результата. Проекты учитывают все психологические потребности подростков, они сочетают в себе совместную творческую деятельность, имеют интересные значения как для сверстников, так и для взрослых результатов. В УНК «Горизонты» предусмотрена разнообразная проектная деятельность, проектная работа, которая связана в основном с развитием стоматологической компетенции. Также в первую очередь стоит отметить межпредметный характер проектной деятельности. В процессе подготовки проекта, поиска информации, а также подбора материала, учащимся приходится погружаться в другие сферы знаний, благодаря чему расширяется кругозор учащихся. Проектная деятельность в целом, можно сказать, положительно влияет на формирование метапредметных умений и УД. На данном слайде вы видите, что в процессе различных этапов подготовки проектной деятельности, подготовительного, основного и заключительного, происходит освоение метапредметных, предметных и личных результатов. То есть это происходит осознание, поднятие целей, задач, умение работать с информацией, поиск информации, в том числе работа в интернете, развитие умений исследовательской деятельности, развитие взаимодействия со сверстниками, работа в группах, взаимопонимание и согласие. Помимо этого, также происходит развитие как самоконтроля, так и взаимоконтроля, развитие умения считать презентацию с учетом особенностей аудитории. Происходит усвоение нового грамматического и лексического материала, который необходим для разработки того или иного проекта. Это совершенствование речевых навыков, усвоение речевых функций, работа над проектом, интеграция всех видов речевой деятельности, развитие ответственности, развитие творческих способностей. То есть, все-все-все происходит в результате работы, поэтапной работы над каким-либо проектом, который предлагается в учебниках. Обладение навыками работы с информацией, отбора, анализа, соматизация и интерпретация информации различного рода. Применение КТ-компетенции в учебно-познавательных целях, то есть поиск информации, как я говорила уже ранее, в интернете, составление презентаций в Powerpoint и других программах. Использование интерактивной доски и мультимедийного проекта, умение сотрудничать и вести совместную деятельность с учителем и с верстниками. Работа в парах, в группах, учитывая интересы друг друга, умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения, свое мнение. Приходите к компромиссам, находите решения в спорных ситуациях. Все это происходит в результате проектной деятельности. Метод проектов предполагает, по сути, свое использование широкого спектра проблемных, исследовательских, поисковых методов, ориентированных четко на практический результат. Метод проектов нашел широкое применение во многих странах мира, также в России, поскольку он позволяет ограничивать интегрирование учащихся из разных областей при решении одной проблемы. Также дает возможность применять полученные знания на практике, используя при этом и создавая новые идеи. Зачем же нужны проекты в иностранных языках и как они могут быть использованы с учетом специфики предмета? Можно сказать, что учитель иностранного языка обучает детей способом речевой деятельности, и поэтому мы говорим о коммуникативной компетенции как одной из основных целей обучения иностранному языку. Целью обучения у нас является не система языка, а речевая деятельность, причем не сама по себе, а как средство межкультурного взаимодействия. Чтобы сформулировать у учащегося необходимые умения и навыки в том или ином виде речевой деятельности, а также лингвистическую компетенцию на уровне, определенным программам и стандартам, необходима активная устная практика как каждого участника учебного процесса. Чтобы учащиеся воспринимали язык как средство межкультурного взаимодействия, необходимо не только ознакомить их со страноведческой тематикой, но и искать способы включения их в активный диалог, а именно диалог культур. Основная идея подобного обучения методов проектов иностранным языкам таким образом заключается, чтобы перенести акцент с различного вида упражнений на активную мыслительную деятельность учащихся, требующих в свою очередь оформления владения иностранными языковыми средствами. Исходя из этого можно определить этапы работы и структуры проекта. Первый это идет подготовительный этап, подготовка, то есть определение темы и цели проекта, учащийся дает тему проекта с учителем, получает при этом необходимую дополнительную информацию. Учитель, в свою очередь, знакомится с мыслом проектного подхода, мотивирует учащихся, помогает в определении цели проекта. Следующий этап это этап планирования, в котором происходит определение источников необходимой информации, сбор, анализ информации, представление результатов, критерии, распределение задач между членами группы, если это будет большая группа. Учащийся формирует задачи, вырабатывает план действий, выбирает и обосновывает свои критерии успеха проектной деятельности. Учитель же может предложить свои идеи, которые помогут учащимся более раскрыть свой проект, высказывает предположение, наблюдает также за работой учащихся. Третий этап это этап исследования, то есть сборы, уточнение информации, выявление, обсуждение альтернатив, выбор оптимального ввода проекта по этапному выполнению задачи. Далее происходят выводы, этапы выводов, то есть анализ информации, формулировка выводов, то есть учащийся в процессе исследования и работы над проектом анализирует информацию, оформляет проект, наблюдает, советует учителям, в свою очередь, в результате проектной деятельности учащихся. И в конце происходит защита представления самого проекта, учитель задает вопросы по данному проекту, в процессе представления проекта учащихся, оценивает качество и креативность, и, возможно, дает свои рекомендации для развития данного проекта в более широком смысле. В курсе иностранных языков проектная деятельность может использоваться в рамках программного материала практически на любой теме, так как отбор математики приводится с учетом практической значимости для школьника. Главное — сформулировать проблему, над которой учащиеся будут трудиться в процессе работы над темой программы проекта. Проекты бывают разных видов, это могут быть как исследовательские, как творческие, также ролевые, игровые проекты, также это могут быть информационные, практикоориентированные. Продолжительность проекта бывает трех типов. Это краткосрочные, то есть мини-проекты, средняя продолжительность, это могут быть проекты длиться от недели до месяца, и долгосрочные проекты, которые учащие выполняют в течение всего учебного года. Как известно, метод проектов дает достаточно очень хорошие результаты, он дает возможность вовлечь учащихся, всех учащихся до одного, в образовательную деятельность. Метод проектов развивает такие качества, как сотрудничество, взаимопомощь, работа над проектом специальных учебников, практически весь материал учащихся приносит сами. Бывают различные, можно так сказать, типы защиты проектов, представления проектов, которые вы видите на слайде. Это могут быть живопись, перевод, выставка, викторина, ярмарка, игра, тены, мост, то есть можно представлять в различных видах. Конечно же, существует некое различие между проектной деятельностью и лечебной следовательской деятельностью, которую обязательно необходимо понять как и учителю, так и учащиеся. Проектная деятельность подразумевает собой получение конкретного позитивного результата, то есть продукта, который можно реально предъявить. Замосел — это представление о продукте, и конечный продукт должен совпадать с основных параметров. Что касается учебно-исследовательской деятельности, то это решение учебно-исследовательской деятельности направлено на решение этой проблемы. Тут может быть и отрицательный результат, и в основе деятельности лежит формулирование и проверка гипотезы. Так что же прозумевает перед собой проектная деятельность в изучении иностранным языкам? Это модный тренд или сочная необходимость? В ГОСе проектно-исследовательской деятельности учащихся в основной школе прописано, что УУД должна направлена быть на формирование учащихся основ культуры исследовательской проектной деятельности. Программа развития УУД должна обеспечивать формирование навыков участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также овладение приемным учебным сотрудничеством совместной учебно-исследовательской и проектной деятельностью. В средней школе в ГОСе проектной деятельности написано, что в учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимся индивидуальных проектов. То есть индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя, по выбранной тематике. Индивидуальные проекты выполняются обучающимися в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, может быть, точнее, выполняются учащимися в течение нескольких лет, и должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. То есть это будут как инфекционные, творческие, социальные, инновационные, конструктивные или иные другие типы проектов. Какие бывают типы проектов, вы можете ознакомиться с ними сейчас на слайде. Для развития и сообщественной минимологической речи можно широко использовать тексты учебника, реализуя при этом стратегию обучения говорения на основе чтения текстов. Текст дает учащимся не только грамматические и эллиптические средства выражения, но и помогает опорно-содержательную сторону на высказывание. Технология фиксации ключевых слов текста опоры в них в своей речи позволяет учащимся однообразить фиксический репертуар и минимизировать стремление перевода кальки своих мыслей с русского на немецкий язык. На занятиях часто трудно добиться коммуникативно-мотивированного монологического высказывания, и наиболее эффективным в этом случае является такой тип текста, как презентация результата проекта. В 10-х и 11-х классах проекты должны быть преимущественно иметь профориентационных характеров, что содействует ведущей деятельности учащегося данного возраста. В УНК серии «Горизонты» представлены некоторые темы для проектов, но это не исключает включение элементов проектной деятельности учителем. Как у них технология обучения, метод проекта представляет собой определенным образом организованную серию приемов исследовательской деятельности. Как уже было мной сказано, это определение темы, установка проблемы. Путем ее решения, самостоятельный поиск информации, организация информации, коррективное обсуждение подобранной информации, анализ работы, публичная презентация. В зависимости от типа проектов, работа над ним также может занимать разное время. Как правило, проектная деятельность редко ограничивается только рамками школьных уроков. Часть работы учащиеся делают дома или, возможно, также выполнение проекта после уроков в школе. Поскольку одной из важных целей проектной деятельности является стимуляция естественного общения на немецком языке, то важно, чтобы общение в проектной группе во время урока происходило по-немецки. В другое время это проконтролировать никак нельзя, но можно попросить учащихся вести краткий протокол, к примеру, работы над проектом на немецком языке, что также будет способствовать их речевому развитию. Презентация результата проекта может происходить в разной форме. Это, как я уже говорила ранее, может быть и выставка коллажей, плакатов, и устные выступления. Может быть также подготовлена сценка, конференция, либо с развитием техники и различных гаджетов, и программы, можно с учащими будет подготовить небольшой видеосюжет. Главное, чтобы учащиеся проявили себя в работе над проектом, увидели, что они уже многое могут сделать с использованием языка, который они изучают. То есть в нашем случае это с использованием иностранного языка. Развитие различных умений реализуется в совместной деятельности учащихся. Она осуществляется прежде всего в работе над проектами, где высока самостоятельность при выполнении заданий. Учащиеся сами могут распределять роли, контролировать ход работы над проектом, предоставлять отчет о ее выполнении в виде презентации или в любом другом виде, какой на их взгляд является более предпочтительным. В процессе работы над проектом, а также над материалами учебника, учащиеся часто имеют возможность взаимодействовать в парах, при чтении текста, составлении диалогов, подготовке дискуссий или дебатов. Все это я хотела бы вам показать на примере УНК серии «Горизонты». Сегодня мы говорим о 10-11 классах, но также хотела же его повторить. И надеюсь, да даже не надеюсь, но знаю, что многие знакомы с серией УНК «Горизонты» для 5-11 классов. Как известно, 5-9 классы у нас входят в федеральный перечень. 10-11 классы у нас получили положительные экспертные заключения по результатам РАО «РКС» и выпускаются сейчас в статусе учебных пособий. В состав УНК входит как учебник, так электронная форма учебника, как с 5-11 класса, рабочие программы, которые можно с 5-9 класса скачать до с 5-11 класса, скачать на сайте издательства посвящения. Хотела бы также обратить ваше внимание, что к 11-му классу есть рабочая тетрадь, но она имеет отличительное название от других классов. Она называется «Тетрадь для ножа для подготовки к ИТ». Чтобы никто не пугался, это та же самая тетрадь. Аудиокурсы бесплатные для скачивания, книги для учителя. Контрольное задание 5, 6, 7, 8. Есть контрольное задание, это вот желтая обложечка внизу, в левом нижнем углу. Это контрольное задание для подготовки к ОГЭ по 9-му классу. И рядом с ней обложка голубого цвета. Это тренировочное задание для подготовки к ОГЭ. Также есть рабочие листы 5, 6 и 7 классы, которые вы можете также бесплатно скачать на нашем сайте, дать по посвящению. Учебники для старшей школы 10-11 класса, они рассчитаны как на базовый, так и на углубленный уровень. То есть двухуровневая структура в данных учебниках. В составе авторского коллектива присутствуют иностранные авторы. Также учебники были прочитаны стилистами из Германии. Что касается учебника 10-го класса, то он содержит 16 глав. 8 из которых 16 глав с кратким описанием целей, умений и навыков. И также в 10-м классе есть 8 блоков для подготовки к ЕГЭ на развороте данного подробного описания данных материалов. В 11-м классе глав меньше, 13 глав, но присутствует 6 блоков для подготовки к ЕГЭ. Каждый разворот учебника, каждый раздел УНК открывает описание целевых умений и навыков, включая УУД. Происходит в результате обучения развития навыков говорения с визуальной и визуальной аркулорой. В учебниках для старшей школы присутствуют задания в формате ЕГЭ. Данные задания помечены специальной плашечкой, которые вы легко можете найти при изучении немецкого заказа УНК «Горизонт» до 10-го класса. Также есть достаточно большое количество заданий, в которых представлено сравнение и описание статистических данных с последующей устной презентацией полученных результатов. Также грамматические конструкции и явления, вводимые в той или иной главе. Задания на развитие аудирования с комплексом заданий. В конце каждой главы у нас блок рефлексии достигнутых коммуникативных умений. Происходит также подведение итогов пройденной темы, контроль и оценка результатов. Происходит обучение управления своей учебной деятельностью, фиксация собственных достижений, формирование умения учиться. И практически всегда по последнему заданию в каждой главе это идет задание направленное на проектную деятельность, что позволяет учащимся применить на практике усвоенные знания. Также сейчас вы видите разворот блока, который направлен на подготовку к ЕГЭ. Задания направлены как на чтение, вслух, на говорение, на аудирование, на написание письма. Данные стратегии по выполнению, так называемые типсы по выполнению того или иного задания. В 11 классе тоже происходят данные задания на все виды речевой деятельности. И в конце учебника 10-11 класса даны списки основных форм сильных и неправильных глаголов по видному порядку. И также в конце учебника данный немецко-русский словарь, в котором активный словарь выделен жирным шрифтом. И вот сейчас вы на слайде видите страницы. Это страницы из 10 класса, в которых я хотела вам показать, какие бывают задания, направленные на подготовку проектов, как можно с ними работать. Вот, например, на картинке, которая дана с левой стороны, в задании... Здесь задание может быть представлено как проект, тоже независимо от того, помечен он этим значком проекта или нет. Учащимся можно предложить данное задание и спросить своих одноклассников или сверстников из других классов на тему того, кем бы они хотели быть похожими. Можно собрать данные, обобщить их и построить график и описать его. То есть это может быть небольшой мини-проект, либо краткосрочный проект, выполнение которого займет одна неделя. Такое сравнение продолжается также в проекте на странице 28, где участникам в группах предлагается найти информацию о ситуациях в семье сегодня и 100 лет назад. В нашей стране можно предложить им провести мини-исследования, сравнив семьи по нескольким параметрам. Также в УМК для 10 класса присутствует множество становедческой информации, задания, направленных на представление своей Родины, в том числе и Малой, в процессе имязычного общения. Очень показательным примером здесь является глава 5, глава путешествия, которая построена на материалах у России. То есть здесь можно также составить проект. Помимо этого, вот на картинке слева также дается у нас проект. В данном проекте можно предложить учащимся проработать над проектом в связи путешествий, связанных с путешествиями по своему региону. В качестве продукта может быть написан небольшой текст по образцу предложений Турбюро, которые были представлены ранее на странице. 42, к сожалению, я не дала данную страницу, но думаю, если вы обучаетесь, то вы всегда сможете найти ее. Можно также создать объемный проспект. И, как обязательное условие, предложить можно к проспекту фото, то есть создать проспект по тому или иному региону. То есть данный проект достаточно, мне кажется, интересен, поскольку учащиеся у нас, которые изучают немецкий язык, достаточно большое количество, и изучать немецкий язык в разных регионах, и это было бы, мне кажется, интересно, чтобы учащиеся рассказывали о своих регионах, что есть интересное, что можно посетить, куда можно сходить. Также в рамках изученной темы можно организовать краткосрочный проект. Вот на картинке верхней справа. Учащиеся ищут объявления о работе или практике. Здесь вот даны полезные ссылки. И учащиеся могут представлять их по вопросам. Учащие отбирают себе те или иные объявления, которые им особенно понравились, и пишут резюме и биографию. На занятия можно разделить группы и поиграть в различные ситуации. Например, Занятия начинают работать над проектом, придумывают концепцию своего отеля. Тексты, которые представлены выше в данной главе, могут им помочь при задании данного проекта. В качестве домашнего задания учащиеся должны или могут подготовить проекты своих отелей. Их можно также, данные проекты будут вложить в свои портфолио. В конце работы над главой можно устроить презентацию проектов отелей. И при помощи голосования выбрать, к примеру, лучший проспект отеля. Следующий проект также проект из 10 класса. Это проект данный делается, мне кажется, было бы целесообразно сделать его дома. Учащиеся знакомятся с данным проектом. А на следующем уроке могут презентовать свой проект. К примеру, по следующему сценарию, это работать над данным проектом учащиеся могут как в парах, так и в группах. Но не более трех человек. Во время презентации каждая группа получает свое задание. Одна группа готовит не менее трех вопросов к выступающим. Вторая фиксирует ошибки в речи на слайдах по возможности. Третья дает развернутую оценку презентации, упоминая положительные и отрицательные стороны. Четвертая группа записывает слова из активного словаря, которые употребили выступающие. Затем можно поменять роли. И если после выступления всех групп осталось свободное время, можно сделать общую презентацию по данному проекту. Теперь я хотела бы вам представить проекты, которые можно встретить в 11 классе. Это проект социальной сети на немецком. Данный проект посвящен формированию Тезаусера интернет-понятий на русском и немецких языках. Этот проект может быть исследовательским проектом, поскольку нужно проанализировать как русскоязычные, так и немецкоязычные материалы, чтобы оставить полноценные слова. Следующий проект, который представлен также в учебнике 11 класса, учащийся готовит презентацию на основе одной из возможных альтернативных тем. Готовые проекты представляются и обсуждаются в их классе. При подготовке материалов можно опираться на речевые образцы, которые даны в голубой плашке. То есть это будет как некой подсказкой, некой подмогой при составлении учащимся и при работе с учащимся над проектом. Следующий проект, это проект, в котором учащийся продолжает исследовать язык. Только в этот раз предметом исследования становится профессиональный язык в сравнении с повседневной речью. Следующий проект, учащиеся работают над проектом в парах. Они выбирают газету, журнал, телевизионный канал, или российский, или немецкий новостной сайт. В данном проекте необходимо изучить структуру и содержание, а также презентовать классы. Следующий проект, это проект, каждый город, язык в городе. Учащиеся работают над данным проектом. Ориентиром в работе над проектом служит также текст, который дан в задании. Кроме того, предлагаются разные темы, которые могут стать основой проекта. Следующий проект, это проект на странице 139, это иллюстрация данная с левой стороны. Учащимся предлагается составить путеводитель. На мой взгляд, будет просто замечательно, если также путеводитель будет представлять тот регион, в котором живут учащиеся. Это будет достаточно интересно. Может быть, в будущем, как вариант, на сайте издательства посвящения, а именно на сайте, который посвящен серии МК «Горизонты», может быть, как хорошая идея, создать страничку, на которой учащиеся, либо учителя будут выкладывать самые лучшие работы, как, например, путеводитель по тому или иному региону, и другие дети также будут знакомиться с данными регионами и будут развивать свои становические навыки. Так, по проектам, которые я хотела вам рассказать, уже была представлена мной вся информация. Хотелось бы обратить ваше внимание на письмо, которое было получено от Вербицкой, президента Российской Академии Наук, академика РАО, в котором говорится о том, что данное письмо, прошу извинения, было направлено как в оригинальные органы образования, должно было направлено в школы, в котором говорится о том, что рабочие тетради, исключение, точнее, рабочие тетради, с целостным МК нарушают эту саму целостность и снижают ценность присвоения знаний. Поэтому Российская Академия Образования рекомендует использование рабочих тетрадей в учебном процессе для повышения его эффективности и достижения планировых результатов по предмету и высокого качества образования. Надеюсь, в школах появились данные письма, и вы можете их использовать для закупки учащимися и родителями рабочих тетрадей, поскольку я знаю, что это очень большая проблема с закупкой именно рабочих тетрадей. Если нет, то я в конце и с качественной презентацией вы можете найти мои координаты. Я чуть-чуть позже поставлю акцент, точнее, поговорю то, где можно, куда вам, куда и где вам можно написать, куда обратиться, чтобы вы получили данное письмо. Помимо того, что проходят вебинары на те или иные темы, также у нас есть методическая поддержка по каждому МК, и на YouTube-канале мы выкладываем также все презентации о наших, все вебинары, которые проходили в издательстве просвещения, и также какую-либо дополнительную информацию, которая, на наш взгляд, могла бы вам помочь в образовательном процессе. На данном слайде вы видите интернет-поддержку МК «Горизонты», просвещения МК «Горизонты». На данном сайте мы также размещаем новую информацию о каких-либо письмах или нововведениях, которые происходят в Министерстве образования и науки. также здесь размещены дополнительные материалы по данному МК. В конце данного года планируется выпуск сборных упражнений лексика и грамматика для 5, 6, 7 и 8 классов. В данных пособиях будет происходить систематизация и закрепление также расширение лексико-грамматического материала. Будут представлены разнообразные задания, которые будут органично включаться в учебный процесс, и учащие смогут их выполнять не только в классе, но и также дома. Также хотел бы обратить ваше внимание, поскольку очень многие пишут, что не могут скачать рабочие программы, руководство Зайство посвящения приняло решение о выпуске рабочих программ 2.11 КОНК НС Львовный БИМ и 5.11 КОНК Горизонты в печатном виде. Данные сборники примерных рабочих программ вы можете найти в интернет нашем магазине Зайство посвящения Shop.ru либо оставить заказ на предзаказ данных пособий по ссылке, которая указана ниже на данном слайде. Помимо этого, также готовится серия «Готовимся к экзамену», серия по подготовке к основному государственному экзамену и серия по подготовке к единому государственному экзамену. Это будут 4 пособия, письменная и устная часть ОГЭ и письменная и устная часть ЕГЭ. В пособии по письменной части по подготовке к ОГЭ будет происходить целенаправленная подготовка к выполнению письменной части. Будут представлены тренировочные задания с ключами. Будут даны также методические рекомендации по выполнению заданий. Аудиокульт будет размещен, он уже записан с носителями языка и с представителями института имени ГЁТА. И в скором времени, также после выпуска данного пособия, будет размещен на сайте, который вы сможете бесплатно также скачать, как и все аудиокурсы, которые выпускают это освещение. Помимо этого, также выйдет немецкий язык основного государственного экзамена и устная часть. В данном пособии будет представлен демонстрационный вариант с пошаговыми рекомендациями и советами по выполнению заданий, два демонстрационных варианта с крафтными комментариями автора и вариант для самостоятельной подготовки. Также аудиокульт с описанными будет размещен на сайте. Помимо этого, выходит немецкий язык письменная часть. В данном пособии будет представлено 10 вариантов письменной части единого государственного экзамена. Ключи будут размещены на сайте. Аудиокурс также записан. Также будет размещен на сайте дать по посвящению. Что касается данного пособия, то, мне кажется, многие видели его уже. Данное пособие было переработано полностью. Если кто работал уже по нему, то он знает, что в нем было представлено 5 вариантов по подготовке к устной части экзамена. Мы оставили только первый вариант, в котором были пошаговые рекомендации и объяснения по выполнению четырех заданий раздела «Устная часть». И получается, мы переработали переработали, доработали полностью пять вариантов, четыре варианта оставшиеся и сделали еще один новый шестой вариант. То есть, соответственно, можно сказать, что данное издание полностью является переработанным и новым и отличным от первого издания, которое выходило ранее, и с которым вы уже работали. Помимо этого, планируется к выпуску переработанное издание «Я сдам ОГЭа». Тоже, я думаю, оно было вам известно. Там происходит также пошаговая тренировка всех разделов экзамена, характеристика экзаменационной работы, анализ типичных ошибок. И вот в сентябре ждем сигнал. Вышло издание «Немецкий язык» 2019 год «Я сдам ОГЭ». Надеюсь, уже скоро оно к нам придет. Соответственно, оно как к нам придет, так и появится на полках в магазинах и, соответственно, в нашем интернет-магазине. Афганский коллектив полностью переработал данное издание, сократил. Также, если кто-то работал уже по данному пособию, то знает, что первое издание у нас выходило только с немецким языком. Достаточно толстенькое было пособие. Второе издание вышло у нас совместно с двумя другими языками. Это был французский и испанский. То есть это было пособие по трем языкам. И сейчас третье издание выходит уже полностью, опять же, целенаправленно, направлено на немецкий язык. То есть здесь будут представлены только рекомендации по выполнению заданий по немецкому языку. Заходя на наш сайт, издательство «Просвещение», вы можете найти информацию по, если посмотреть в левую колоночку сверху, по электронным учебникам, потому что многие сейчас также ищут электронный учебник и не понимают, что это такое, как с ними работать, как скачать, что можно там найти. Всю информацию вы можете найти вот слева, в верхней колоночке электронный учебник, прочитать. Конечно, если у вас возникают вопросы, вы можете писать нам, либо мы, если мы не сможем уже на ответить на какие-либо вопросы, которые, на мой взгляд, будут более технического характера, то мы тогда уже, соответственно, направим вас к людям, которые помогут вам в решении той или иной проблемы. Помимо этого, вы можете находить информацию по любым языкам, также выведена в левой колоночке, по английскому, немецкому, французскому, испанским языкам. Также можете там найти информацию о вебинарах, информацию о методической поддержке. И интернет-магазин, он выведен сверху, интернет-магазин нашего издательства. Вот, когда вы заходите на немецкий язык в левой колоночке, то вы находите информацию о новостях, публикациях, вебинарах, видите четыре, как мы называем их, флажки, которые отражают тот или иной УНК, которым представлен в издательстве посвящения. И также вы можете найти координаты, заведующие редакцией немецкого языка, и писать, если у вас возникает вопрос, либо вы что-то не можете найти, либо также скачать. Также, когда вы зайдете в раздел «Вебинары», вы можете найти вебинары, которые уже проходили в издательстве, то есть посмотреть записи, скачать презентации, либо посмотреть информацию о планируемых вебинарах в нашем издательстве. О YouTube-канале я уже сказала ранее, то есть здесь вы можете найти информацию по обучению грамматического материала, обучению устным, монологическим высказыванию, либо записи в каких-либо вебинарах, либо запись о новинках. Также есть методический журнал посвящения иностранных языков, в котором вы можете публиковаться. Также в методическом журнале посвящения скоро планируется к выпуску журнал, который будет направлен к обучению иностранному немецкому языку из опыта учителей различных регионов. Также мы представлены в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм, в Твиттере. В данных социальных сетях вы также можете находить информацию о предстоящих вебинарах, о новинках, о каких-либо новостях, которые непосредственно заправивают иностранные языки. На данном слайде вы видите координаты заведующей редакции немецкого языка. Обязательно забывайте про добавочный номер, либо почту. Можете на почту писать. И также здесь даны координаты мои. Почта, номер телефона. Либо вы можете также обращаться... У нас есть общий сайт Центра инвестического образования, которым поставлены файл или номера телефона. То есть люди работают в нашем Центре и смогут всегда помочь, подсказать вам, если у вас возникли какие-то проблемы. На этом мое выступление. Это все, что я хотела сказать, закончено. Сейчас я постараюсь ответить на ваши вопросы. Калинин задает вопрос. Работа Булгаза Резонда, так и внести ее стороны страны, но вынуждены... Что я могу сказать? Перечня нет не по нашей инициативе, а поскольку перечня, в принципе, нет от Министерства образования. Мы сами ждем, мы подали все учебники, получили все положительные экспертные заключения. Галина, если вы хотите, напишите на мою почту. Я вам вышла всю документацию по поводу получения нами положительных экспертных заключений и также вышла информация по тому, что издательство посвящения включено в перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность по продаже учебных пособий. И если наше издательство включено в данный перечень, то организации, соответственно, школы, могут закупать учебные пособия за бюджетные деньги, несмотря на то, что включены они в перечень или нет. Вы можете так и по ним обучаться. Всю эту информацию я могу вам выслать. Причем письмо было не от нас написано, письмо было написано, если я не ошибаюсь, это было написано письмо от Российской Академии также наук. Так что вы пишите мне, пожалуйста, на сайт, я вам вышлю всю информацию, все подробно, юридически подкованную, которую вы можете потом передать непосредственно вашему директору и купить учебники для стажа школы на сайте 11 класса. Будет Деркинды плюс 9 класса. Значит, ждем, Деркинды плюс 9 класса, они у нас готовы, мы ждем включения их в план печати, поскольку это зависит не от нас, а от руководства издательства. Учебник готов, он уже от нас, от нашей редакции подписан в печать, ждем только, когда его включат. Надеемся, что в ноябре данное учебное пособие появится в списке. Вроде все. Все, спасибо. Галина, прошу вас, напишите мне, пожалуйста, я вам вышлю всю информацию, постараюсь в полной мере помочь вам и решить вашу проблему. Надеюсь, у нас получится все, потому что не только вы задаетесь данным вопросом, многие пишут, многие учителя тоже находятся в данной ситуации, научим, стараемся, тем помогаем. Спасибо большое, надеюсь на дальнейшие встречи, всего доброго, до свидания. Спасибо.